Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Как обычно, надеюсь я на это, и программа «Живые» с понедельника по пятницу. Сразу хочу еще раз извиниться за вчерашний прогул, но он был по уложительным причинам. О, говори, Арифьева заболела. Поэтому вчера программа «Живые» не состоялась. Очень поздно мы об этом узнали, и найти подмену, естественно, не удалось. Сегодня все, слава богу, все в порядке, никто не болен, все улыбчивые, немножко замкнутые, конечно, но это проходит после второй песни, поэтому будем надеяться на то, что сегодня традиции не изменятся. Давайте так, как обычно это бывает, для того, чтобы аудитория понимала, что сегодня будет происходить в эфире, вы сыграете свое первое произведение, которое заготовили, а дальше уже я познакомлю аудиторию с вами поименно. Окей? Договорились. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. Она говорит, «Сердце — это такая мышца». Она говорит, «Надежда» — всего лишь имя. Она говорит, «Смерть — это когда выигрывают черные». Она говорит, «Я уже не помню многое». Она говорит, «Мое море состоит из любви». Она говорит, «Мое море состоит из любви». «Люди тонут в нем, как корабли». Она говорит, «Сердце — это мой пирогский знак». Она говорит, «Я могу заплакать просто так». «Эфире» — это мой пирогский знак. «Эфире» — это «Живые». «Тут цвета». « sи-си-си-си-си-си-си-си-си» «Рау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау» Субтитры делал DimaTorzok Денис Дубовик 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 Правильно Человек взрослеет Понимает, что родной язык Он ближе Хотя нет В принципе Мы-то никак не По этому поводу Не страдаем В ротации своего радио Достаточное количество коллективов Которые по-английски делают Это, кстати, тоже очень хорошо Поэтому я лично Отношаюсь к музыке Как к музыке На каком бы языке она ни была Да Ну нет Вот у меня как раз Есть какой-то Такой идеологический спор Не знаю Мне кажется Люди должны петь На том языке На котором они думают Хорошо, правильно Ну или, может быть На котором их слушают Тоже правильно Тоже правильно Но открою маленький секрет Я с удовольствием Слушаю группу Megadeth Многие годы Aerosmith, например Scorpions Мне плевать На каком языке они поют Мне просто кайфово От того, что они делают Но это не к вам Это я в принципе Мы тоже очень любим И американские, и английские И любые группы Мы говорим как раз О скорее российских группах Которые поют по-английски То есть для нас Это такая Какая-то скользкая Странная история Ну сколько лет Она была не скользкая И вдруг стала скользкой Мне просто это Что-то там хотел Сказать За всех пусть не говорит Илья Для нас А, ну то есть Барабанщик против Я говорю за себя И за Кира И за меня тоже не надо Да Осталось спросить Звукорежиссера Ему не все равно В принципе? Мне не все равно Всегда Тебе по-русски лучше? Не, мне всегда Было интересно Индепенс, да Согласен Барабанщик 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 Он тоже периодически Мне всегда было Важно На каком языке Человек Именно думает И Как он выражает себя То есть Не важно На каком языке Хоть на китайском Но если ему это Симпатично Внутренне Получается Тогда да Окей Ну все Договорились Ладно К этой теме Не возвращаемся Теперь уже Для нас Например Важно Творчество На каком языке Оно ни было Если вы выбрали себе Путь теперь Русскоязычный Ну дай бог Дай бог Все будет так же хорошо Как было раньше Давайте петь дальше Что это будет? Мы сейчас Немножко со старых Релизов Все-таки сыграем С последнего А когда будут песни Из альбома Вода Скажите об этом Отдело Была песня С воды Так Которая кстати Будет открывать этот альбом Вот первая песня Будет его открывать Ну я так понимаю Что презентация альбома В марте у вас Да В 16 тоннах Совершенно верно А сейчас пока альбома Еще на физическом носителе нету Или есть уже? Нет пока нет Он появится Где-то числа Я думаю Десятого в интернете А потом уже К презентации На физическом носителе Окей Окей Ну это и так Чтобы те люди Которые заинтересовались Чтобы сразу не кидались Его искать Его пока еще нет Как называется Следующее произведение? Карусель Как всегда Живой звук Брагами живые Здесь сегодня Киралау Мы с тобой В ночном метро И поезд Сверь Железный конь Нас несет По кругу Так мы Оказались здесь На этом чертовом колесе Карусель Кто с нее Сойдет Первым Кого жизни ворот Загонит В женских объятий Петлю А кто Придаст Чтобы жить Владу С совестью А кто Не умеет Хранить секреты После пятого Бокала Лучше б я Ничего не знала Бокала 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 И как Был Прав Кто Говорил мне Люди Ветер А я Пыталась Его Поймать Да Редактор субтитров вы начали самых коротких своих песен так чтобы так это разойтись немножко по темпу чуть дальше как я понимаю очень медитативная музыка кстати погружение в музыку абсолютное я наблюдающий за ребятами понимаю что но все кроме барабанщика это отдельная тема они все погружены в процессы а барабанщик следит за ритмом не дай бог чтобы этот ритм сбился кстати что касается и есть одна любопытная деталь бывало но у нас уже в эфире в эфире своего радио но только в программе цветы пустыню бронемир от бронемир отписался здесь группе в контакте привет всем какая замечательная группа сегодня в эфире живых слушаю киру лав с десятого года очень необычная музыка привет ильге и кири бронемиру тоже огромный привет вот бронемира ты чего сейчас вдруг не спишь не за не отдыхаешь наверное интересно тебе да можно бронемиру привет от наде кучаевой передать ты уже передала спасибо бронемир надеюсь ты надеюсь ты слышал вот чего хочется так более-менее погружение в музыку то и начать с вами илья ты журналист ты промоутер ты музыкант ты муж ты композитор и не за эту вот в каких-то лицах еще представляешь себя и и коллектив киралау ну как наверное промоутер и в общем как музыкант когда на случай то есть промоутер конечно но то есть музыка это для меня всегда было чем-то самым важным а все остальное скажем так это побочные деятельности сочиняет музыку тогда когда как но вообще часто у нас вот особенно последнем альбоме это коллективное творчество когда сочиняют так или иначе все ну а понятно что аранжировки делаются уже нарепить какая нежность вообще-то видели картинку какая прелесть ты шоколадку съел уже берегу на десерт береги береги ну потому что если вдруг волнение опять придет сразу шоколадку а я пока с ильей поговорю просто вот что любопытно музыка у вас я имею ввиду в группе как как фактор она не является каким-то таким стержнем основным вы меняете постоянно формацию музыкально вы менять постоянно направление вы менять постоянно какие-то ходы музыкальные то есть экспериментирует можно назвать проекта киралау или группки рулау экспериментальной музыкальной платформы ну мне кажется слово экспериментальный тоже сейчас такой ярлык то То есть, когда говорится про экспериментальную музыку, то подразумевается, что вот чем музыка тяжелее для восприятия, чем хуже и невозможнее слушать, вот тем она экспериментальней. То есть, вот там такая градация. Мне ни в коем случае не хотелось бы играть в эти игры. Но, безусловно, мы экспериментируем, но для нас это какая-то органичная история. То есть, мы не хотим никаких ярлыков, никакого звания экспериментальной группы или еще какой-то. То есть, это какая-то такая внутренняя потребность. Не знаю, с чего уж она простекает. Возможность из-за того, что все слушают много музыки, и эта музыка очень разная. Возможность из-за того, что все участники сами по себе очень разные люди. Это заметно, да. Вот, ну вот такая... Самый разный Пашка здесь. Точно. Ну вот поэтому и на выходе какой-то такой очень разный, разноплановый результат. Но мы не хотим, это для нас не является ни фишкой, ни каким-то стремлением, чем экспериментально, тем лучше. Просто как-то вот она так выходит. Ну и для меня это, наверное, естественный какой-то эволюционный процесс группы, потому что сейчас вот, наверное, Кира что-то про это может добавить, что Кира Лао — это, в общем-то, уже группа, в которой все участники вносят какой-то, ну, можно сказать, уже почти равновеликий вклад. А тексты чьи? Кирина? Тексты, безусловно, Кирина, но некоторые тексты уже сейчас на новом альбоме и не Кирина. А чьи? Много авторов разных. Ну кто? Эти авторы известные люди? Ну, например, песню «Она говорит» написана по мотивам спектакля Александра Андреяшкина. А кем написана? Он... ну, это такой танцевальный перформанс. Ну кто писал текст-то? Ну, как бы там есть просто текст в самом спектакле, я его препарировала, дописала чуть-чуть, и получилась песня. Ну, то есть, как это был источник вдохновения, но в то же время я его очень жёстко цитировала. А вообще обычный текст-то твой? Ну, обычно, да. А рождаются они у тебя в каком... сейчас не подумай ничего. В состоянии радости, в состоянии печали, в состоянии какого-то духовного или душевного подъёма. Вот, например, Бронемир тут ответил спасибо, говорит, от Кучаева это привет. Круто. Пишет, я тут красного чаю выпил, теперь слушаю. Кира, по чаю чудесно идёт. Так вот, под что мы... Под Пуэр. Под Пуэр. Ну, понятно, что если Бронемир, то Пуэр. Как он утратит-то Пуэр? Это же невозможно для него. Мне кажется, где Бронемир, там и Пуэр, где Пуэр, там и Бронемир. Так вот, в каком состоянии душевном чаще всего происходит творчество? Ну, сейчас я не могу однозначно на этот вопрос ответить, потому как я стараюсь расширять свои возможности как автора. И то есть, ну, я пишу текст, и не всегда там есть в начале какое-то вдохновение. То есть, мне показалось, что человек самопогружённый. Ты живёшь в своей реальности. Ну, понятно, что это связано с металличными переживаниями, но просто если раньше они были очень так обнажены, то теперь они очень тщательно скрыты от всех. Почему? Ну, мне кажется, это переход на следующий уровень. А, то есть вот так, когда человек скрывает свои внутренние чувства и переживания, это уже более высокий уровень. Ну, то есть, если раньше можно было спрятаться за английским языком, который не понимает, то теперь можно, в принципе, просто там другую стенку выстроить. Я понял. Я всё время, знаешь, чего? Это к вам не имеет никакого отношения, в данном случае, к коллективу Кириллау. Просто я вдруг размышляю много, я музыки тоже, потому что занимаюсь этим очень давно. Я вдруг подумал вот о чём. Вокалист, в данном случае я говорю о вокалисте, был неженат, да, и писал массу текстов, связанных с потерями любви, с радостью любви, с переживаниями, связанными с этими чувствами. Дальше он женился, а песни остались о том же. И я его спрашиваю, интересное дело, а теперь-то у тебя вроде бы любовь постоянная и жизнь постоянная. Разрывов нет, новых встреч нет, новых переживаний вроде бы как тоже нет в этой сфере, а ты поёшь о том же. Жена тебя не спрашивает в данном случае? Чувак, откуда у тебя эмоции-то? Я чуть не понимаю. Ты сейчас поёшь о том, что ты там, у него там песня, допустим, бросила, кинула, ушла, а ты уже 8 лет женат. Чувак, я не очень понял, о чём тогда. Говорит, нет, ну это же метафоры. Так вот я хочу теперь подвести к вопросу. Как много метафор в текстах, которые творит Кира? Или это всё жизнь? Или это всё жизненные переживания? Почему ты смотришь сейчас в данном случае на Илью? Я понять не могу. Ну так я на мужа смотрю. Нет, ну текст это пишешь ты. Что я должна ответить на этот вопрос? То, что ты об этом думаешь, безусловно. Говори как есть. Сейчас как раз Илюха и узнается. Я пытаюсь просто понять вообще, что я последнего... Что было написано до замужества, а что после? Дорога. Дорога. Ну там не, как-то тема любви постепенно отходит на... На второй план. На второй план, да. Вот она тебе, семейная жизнь. Тема любви уходит на второй план. Ответ принят, спасибо. Ну так она в песнях-то уходит, а в жизни никуда не уходит. Да дай бог, конечно. Что дальше, что будет, ребят? Какая песня? Да, утро, дальше. Как всегда, живые звуки в программе «Живые» здесь сегодня Кира Лао. Всем, кто не знает этот коллектив, рекомендую знакомиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он сидел и смотрел на осенний лес. Он считал падающие листья. И рядом с его дома кто-то ходил, то ли я, что ли кот, то ли я, что ли кот. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро Субтитры создавал DimaTorzok Утро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Утро Субтитры создавал DimaTorzok Может жить вокалистка с критиком музыкальным Это же катастрофа Я хочу сказать больше Вокалистка сама хотела стать музыкальным критиком Но Эта идея провалилась Ну это же страшно Это же каждый шаг под контролем Это же какое-нибудь неверное, например, движение влево-вправо Все расстрел практически Ну Вообще мы познакомились Кира же была промоутером в Великом Новгороде То есть делала концерты, занималась тем же, что и я Так что у нас Кто заставил ее пить тогда? Она уже пила Параллельно Все время делала кучу дел одновременно И не было хорошо И то есть Ну якобы В какой-то момент мне понравилось организовывать концерты Я пыталась привозить какие-то группы в Новгород И в том числе я привозила группу Ильи Верба С Олей Пулатовой, когда они играли Вот Одновременно с этим я еще вела программу на местном телевидении про музыку И учился на журфаке Так Вот Потом я переехала в Москву И постепенно лишнее стало отсекаться Ну в общем, никакого телевидения сказала Или я никакого журфака Все, поем Ну телевидение осталось Журфак закончился А какое телевидение? Можно, можно? Да, Москва 24 Что ты там делаешь? Ну Я не знаю, как объяснить то, что я делаю Даже моя мама этого не понимает Мне можно, я пойму Я переведу Я редактор анонсов Я понял, да Очень хорошая, кстати, трудная профессия на самом деле Трудная Не без этого Постоянно нужно находить новые слова Которыми анонсировать то или иное мероприятие И находить их с каждым годом становится все сложнее Три года максимум Дальше становится крыша Просто уже критично Сколько ты лет там работаешь? Два Еще год Ну просто через три года начнешь повторяться Ну я знаю просто профессия такая знакомая и близкая Как копирайтер, например В общем, история та же приблизительная 46-47 это короткий номер Ну хотя бы год у тебя еще есть 46-47 свои, пробел А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу сегодня Киролау здесь И читаю Давайте почитаем, что пишут люди Александр Гриб пишет Такая нежная музыка Приятный голос Прям зефирка Заверните две Пишет Александр Гриб Неплохо Надо послушать дальше Распробовать Это Алексей Макеева Очень даже оригинально звучит Будем знакомиться дальше Владимир Бершак А что-то нестандартное, интересное Светлана Коваленко Я абсолютно был убежден, что сегодня будет именно так Потому что действительно ваша музыка Это не та история, которую сразу понятно Которая сразу раз и врубился Здесь есть нюансы Вот эти нюансы, они и делают коллектив Киролау Особенным, необычным коллективом Нестандартным И как бы сейчас Илья не пытался отмахнуться От того, что мы не пытаемся быть нестандартными Значит вы такие и есть То есть вы являетесь таковыми И в общем-то пытаться не нужно Кстати, сегодня у нас очень важное Знаменательное событие Вчера ровно 4 месяца было Как мы вышли в эфир первый раз Такое вот явление И вчера у нас Ольга Рефио заболела Надо же как совпало И сегодня в этой студии очень важный человек присутствует Мир Дубрович Эта девушка ехала к нам из Архангельска Это знаменитый человек Знаменитый в рядах Или скажем так В чатах своего радио Человек Юлия Усова Она сидит тихонечко скромно в уголочке Мне кажется слегка перепугана почему-то Не понимаю почему Но тем не менее ощущает себя Как мне кажется очень комфортно И слава богу Мы вообще даем возможность слушателям Самым активным слушателям Приходить к нам сюда Для того чтобы видеть все изнутри Так сказать Знакомяя их нос к носу С коллективами Приходящими в эту студию Я не мог умолчать Поэтому Уж простите меня Обязательно об этом должен был сказать Давайте петь дальше Чего это будет Ну это с первого альбома будет Так называется-то Молоко волчицы Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня Кирлау Поехали Молоко волчицы пьют Молоко молчицы пьют Молоко молчицы пьют Молоко молчицы пьют Молоко молчицы пьют Станец Рач存 лет Черный Уpoints Молоко Молоко Перед Так 인стин Молоко Как естественно О chart Тем И В Субтитры создавал DimaTorzok 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 За месяц, как месяц года DimaTorzok 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 коллектива Кириллового как промоутера и как музыкального критика. Как у нас обстоят дела сейчас с необычной музыкой в плане коммерции? Ну, так себе обстоят, честно скажем. Потому что все-таки страна у нас большая, да, и даже чтобы с гастролями из одного города в другой куда-то попасть, часто приходится лететь, ехать там сутки на поезде и так далее. Это же все дорого. Люди наши, к сожалению, не так богаты и не так активно ходят в клубы. Поэтому нашим музыкантам некоммерческим, ну, конечно, очень трудно зарабатывать деньги. И в абсолютном большинстве случаев это держится на, в общем-то, голом энтузиазме. И хорошо, что держится, потому что все-таки как-то ситуация немножко сдвигается, появляются какие-то фестивали интересные в регионах, открываются новые клубы. Правда, сейчас, ну, вот, кризис, к сожалению. Поэтому все это может схлопнуться, но пока люди держатся и надеюсь, что, в общем-то, будет развитие. Потому что финансовая часть... Ну, никто не богат в этой сфере независимой музыки. Ни клубы, ни промоутеры, ни музыканты. Конечно, хотелось бы... Я считаю, что это вообще залогом того, что если ты что-то делаешь, и делаешь это хорошо, ты должен посвящать этому, в общем-то, все свободное время. Большую часть времени. И если не удается зарабатывать, ну, конечно, вот это сказывается и на результате, в общем-то, очень многих. Раньше у меня была такая присказка, мэм некой, в некоем смысле эфирной. Я говорил, что в России, на Западе музыканты играют, чтобы зарабатывать, играют музыку. А наши должны работать, чтобы играть музыку. Но тут надысь. К нам приезжала группа из Карлсруя. Это немецкий город. Думаю, объяснять не нужно. Группа замечательная. И вот там все русскоговорящие ребятки. Кто-то с родителями выехал в свое время, кто-то сам приехал. Трудно сказать, кто они, русские, немцы. Ну, неважно. В конце концов, русскоговорящие люди поют вести по-русски. И я стал с ними здесь в эфире тоже выяснять такие нюансы, как, собственно, на Западе музыкантам-то. Я тебя хочу, не знаю, расстрою я тебя или порадую. Ровным счетом та же самая история. Абсолютно то же самое. Еще не только с какой-то экспериментальной музыкой, а даже с вполне себе вменяемой, поп-роковой, красивой. Куча фестивалей у них за плечами, куча. Куча всяких разных побед на разных даже немецких фестивалях. И все у них в порядке и со всем. И с музыкой, и с вокалом. Приходится работать, чтобы зарабатывать. Приходится пробиваться точно так же. Нет, ну, я тоже очень много общался с западными музыкантами. И, конечно, большинство даже каких-то людей, которых я очень слушаю, котирую, они где-то работают. Я говорю немножко про другое. Вот есть, например, очень известная группа The National. Вот когда они приезжали сюда, мы с ними общались, они говорили, мы работали все, мы были клерками в банках, но мы брали отпуск и ехали в тур и давали 14 концертов. Потому что тур – это микроавтобус из города в город час переезда, и вот, пожалуйста, ты там две недели катаешься, даешь 14 концертов. В наших реалиях, к сожалению, 14 концертов за две недели очень трудно дать. То есть это может только большой артист себе позволить. Просто потому что, ну вот мы играем в Москве, потом играем в Петербурге. Мы же, если бы мыслить западными мерками, мы должны сыграть, значит, там в Твери, в Вышнем Волочке, в Малой Вишере, еще где-то. И вот, пожалуйста, не «Викенд» Москва-Петербург, два концерта, а целые недели шесть концертов. Но никто же так не ездит, потому что, ну вот, нет клубов, люди там не ходят, может быть, не нужна им такая музыка, не знаю. То есть вот это как раз качественное отличие, то, что у них больше возможностей. Дело даже не в музыке, получается. Дело, ну, дело, скажем так, в том, что музыка не стала какой-то такой важной частью культуры, да, то есть вот за рубежом, там же есть эта клубная культура, там куча клубов, люди ходят, проводят в них досуг, какой-то там свой слушают рок-музыку, это уже происходит много лет, то есть все-таки есть клубы, которые существуют там 30-40 лет, это рок-клубы, в Европе полно таких мест. А у нас этой инфраструктуры нет, но мне кажется, вот это одно из объяснений. Да, ну, кстати, насколько я понимаю, и в книжке своей, которую ты не так давно презентовал, эта песня в пустоту, ты об этом тоже, в общем, как-то так говоришь, о том, что инфраструктура сама не позволяет развиваться, в некотором смысле, и музыкантам тоже. Хорошо, ладно, что там далеко ходить, давай посмотрим на эту историю несколько иначе. Что там той Германии по территории, Москва и Московская область, вот и Бог, вся там Германия. Немецкий коллектив Airwood, например, тот же, о котором я сказал, как ты говоришь, там 14 концертов дает в месяц, или во сколько, какой-то период. Эти немножко меньше, но тоже достаточно много курсирует. Так, может быть, не надо думать о стране? Чего кататься по стране? Зачем в Вишеру ехать? Зачем в Петербург? Вон Московская область. Клубы какие-никакие в Московской области все-таки есть? Вот, к сожалению, мало их. То есть группы из какого-то нашего круга общения, они играют только вот в больших городах. То есть я знаю, что в городах есть какая-то жизнь. Если нас позовут, мы с удовольствием приедем и в Тулу, и в Калугу, и в Тверь. Вот. Но пока получается так, что мы выступаем в каких-то крупных городах. И на самом деле, самый же главный закон, ну, это вот наличие обратной связи. То есть если музыкантов куда-то зовут, значит, вот в этих городах их хотят видеть. Каким бы ты промоутером ни был, если ты там пробиваешь эти все концерты в подмосковных городах, ну, толку, скорее всего, от них не будет, да, если там тебя не ждут. То есть вот, ну, если местные организаторы не знают, как работать с такой музыкой, как ее продвигать. Вот. Соответственно, вот у нас картина, что нам, ну, проще выступить, не знаю, в Перми, чем в Туле. Хорошо. Сейчас я отстану от тебя с этими дурацкими вопросами. Один просто пример приведу, после чего вы споете. Есть такая чудная группа, называется Nobody One. Это группа из Самары. Это Сергей Табачников. Он гитарист. Ну, его называют гитарист-виртуоз, да. Басист у него и барабанщик. Их трое. Они вообще не поют, они играют пост-рок, в чем хорошие, качественные есть у меня в ротации. Замечательные ребята, на самом деле. Когда я говорю, например, Nobody One, чаще всего я вижу такие глаза, как у тебя. С вопросом, кто это. Чаще всего. Но я тебе скажу, все их концерты, как минимум те, что мы наблюдали в Москве, проходят с перианшлагом. Огромная армия поклонников, молодых и юных людей. Как они этого добились, я скажу. Интернет, сеть, группа ВКонтакте, какие-то фан-сообщества, которые создавались благодаря директору коллектива, девочка Людгрымова, которая кладет на это, в общем-то, жизнь. И сейчас, куда бы они ни приехали, в любой город страны, тур у них расписан на 35 городов, например. Реально. И они поперли по этим 35 городам. Везде, как селедки в бочке, стоят в зрительном зале люди. И подпевают тем песням, в которых нет текста. Я сейчас ни в коем случае не упрек. Я просто в качестве наблюдения. Оказывается, если есть, ну, хотя бы один классный администратор, который кладет на продвижение группы всю жизнь, можно и без ротации на радио. А они, в общем-то, до нашего знакомства на радио это нигде не были представлены. Вот так, благодаря соцсетям, благодаря какому-то напору внутри интернета, обрести огромное количество... Ну, насколько я знаю, Табачников очень популярный канал на Ютубе, он с этого начинал. Чудесно. Нет, он не с этого. Он с этим продолжал. Он с этим живет. Ты имеешь в виду посев. Рог посев, да? Нет, рог посев. Подожди, а как называется эта программа? Я не помню. Просто я давно уже это смотрела. Несколько лет назад. Напиши. Либо в микрофон, либо молчи. Я думаю, что как бы как раз... Надел, надел. На самом деле, мне кажется, что это такие исключения, которые все-таки подтверждают правила, потому что очень большое количество артистов работает с интернетом, с Ютубом. И на выходе мы не видим каких-то таких супер историй, хотя группы достойные. То есть я как, допустим, клубный промоутер, вот когда я работал арт-директором клуба, с собирающими группами у меня была большая проблема. И у моих коллег тоже, я знаю, я с ними общаюсь. То есть есть какие-то нишевые проекты, которые время от времени выстреливают, но довольно сложно проанализировать, почему это произошло. Потому что на самом деле проблема у всех в том, что нет каких-то ярких новых имен. Или их очень мало, которые вот собирали бы людей, потому что все этого хотят. То есть вот так работа в интернете, это то, что это, с твоей точки зрения, не вариант, это исключение. Нет, мне кажется, работать надо по всем фронтам, по всем, и пресса, и интернет, и работа с какими-то промоутерами, с фестивалями. То есть я не считаю, что есть какая-то волшебная палочка либо в лице интернета, либо в лице радиостанции, либо в лице какого-то журнала, который что-то делает. То есть только продвижение какое-то по всем фронтам, оно, в общем-то, и помогает, и работает. Ну, понятно. Давайте петь дальше. Что это будет? Как называется следующая песня? Теперь по новому альбому пойдем. Альбом «Волна», который, собственно, вы сегодня и презентуете. Вода, вода. Пардон. Вода. Говорили мы о волнах, которые надо распространять. Да, волна – это другое. Альбом «Вода». Презентация этого альбома состоится 18 марта в клубе «16 тонн». Это я так, на всякий случай, в качестве анонса. Поехали? А как называется песня-то? Пой. Хорошо. Попробую. Пой. Шоколадочку. Поможет? Хорошо. А звуки мне нравятся, я не знаю, что там не так. Вот, уже ближе. Вот все. Тональность поймала, да? Хорошо. Поехали. Легко, но медленно. Чуть-чуть неврежно, а без путь, все доснежено, и никого. Бо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Сильный был вот этот вот звук В конце Убедительный Кстати, что касается области Тут есть любопытное сообщение А у меня появилось к вам, на мой взгляд Экстраординарное предложение Вот Таня Шишкова пишет В области вообще мертва Мои родители живут в 200 километрах от Москвы Рядом в городе открыли большой концертный зал Сначала приезжали музыканты, театры Теперь только одни юмористы На всех остальных никто не приходит Надо, чтобы у каждого коллектива Был конферансье С именем, юморист Который приезжает вместе с коллективом И, собственно говоря, отрабатывает с ними полную программу Вы поете три песни, к примеру Выходит юморист на пять минут Веселит зал, зал в покаточку Вы снова поете три песни, зал успокаивается Снова выходит юморист Шутка шуткой, но с другой стороны, почему нет? Ведь такие сборные концерты в советское время были очень популярны Когда и всякие конферансье Причем интересные, очень яркие личности Вместе с музыкантами Катались по селам, колхозам Реально, по всем клубам деревенским И развлекали публику, между прочим, очень хорошо Ну, у нас есть там вон Своя конферанция Не, говорит, не, не Молчит, молчать, говорит, буду Нет, к сожалению, просто Джордж Карлин и Билл Хиггс Они уже умерли Это Павел Макар, барабанчик, да Джордж Карлин и Билл Хиггс умерли А ты жив А с другими неинтересно Так ладно, это сейчас твои вкусы здесь начинаешь Мне кажется, просто пора начать Говорить в микрофон То, что ты обычно за барной стойкой нам рассказываешь Нет, я думаю, что не стоит У нас все-таки прямой эфир и радиостанция 12+, на всякий случай Напоминаю вам об этом Лишний раз не нужно таких вещей повторять На концерте 46-47, это короткий номер для СМС Сначала пишите свои, пробелы, а дальше все, что хотели Вот здесь, на СМС-портале от Димы Вопрос Будете ли вы когда-нибудь исполнять песню «Шелести живьем»? Нет Категорично как, почему? Потому что нет Это она всегда так отвечает Кир вообще категоричный барышня Если она решила что-то не исполнять, значит не будет Объяснений не будет никаких Пусть нет и все Хочу так, а что нет? Что хочу так? Руки в боки ты поставил Чего? Ты вот туда вот поворачивайся с таким лицом Я это что? Я так спросил На всякий случай Ну вот Дима получил ответ, я полагаю Дима, прости, но нет Почему нет? Ну это не важно уже Нет, все, сказал Кира, нет, значит нет Виктор Соколов У меня есть знакомая, которая живет во Владимире Так там народ предпочитает мотаться в Москву на концерты Нежели послушать их у себя в городе И кстати такая бяка происходит не только в областных городах У нас тоже такая же ситуация с музыкой, с роком в частности Засили и попсы То есть смотрите какая штука интересная Есть мысль Разделишь ты эту мысль как музыкальный критик уже Как человек пишущий, как журналист Людям интереснее послушать одну и ту же группу Не у себя в клубе в местном А приехать в Москву И послушать ту же группу в московском клубе Вот что пишет в данном случае Виктор Соколов Его наблюдение Это почему так? В Новгороде вообще похожая история А почему так? Плохой звук в местных клубах Да ладно, ну везде не может быть плохим-то Микрофон У нас есть привычка и традиция говорить в микрофон Это радио Проверено просто десятками концертов Когда за границей смотришь одну и ту же группу А потом даже в Москве то же самое Настолько кардинально И ты не понимаешь, что это даже та же самая группа Иногда даже просто не веришь в это Я так как бы ну минимум 20-30-40 концертов 50 я не знаю проверял на себе Причем в Европе, в Америке Слушаешь их как бы все шикарно У нас, это даже у нас в Москве как бы А люди естественно приезжают, потому что там еще хуже То есть ты хочешь сказать, что в Москве отвратительный звук, да? Не, по сравнению с другими городами возможно лучше А по сравнению с Европой и Америкой 100% хуже Особенно фестивальный звук Вот я могу про Новгород рассказать Сейчас обидел махом всех фестивальных деятелей Ну ладно Ну а что, может быть Может это наоборот как бы люди задумаются Они бы думают, что все идеально Как бы есть к чему стремиться Хорошо, хорошо Так, ладно Ну я могу про Новгород рассказать Правда меня потом опять камнями закидают Когда в следующий раз приеду Ну то есть я не могу ручаться прям 200% Как там сейчас ситуация обстоит Потому что мы, ну играли где-то в январе Нет, в декабре Вот И друг наш хороший, близкий Паша Который нам организовал этот концерт Вместе с другой новгородской группой Он целиком арендовал весь бэклайн И это хорошо, что еще его за аренду не заставили платить То есть это очень дорого Организовать концерт в Новгороде Особенно если ты группа, на которую ходит немного людей И ну такая бы проблема была у нас То есть там еще есть такая история, например Что клубы, например, любят брать деньги за выступление То есть не музыканту платят А музыкант должен заплатить за то, чтобы выступить Но насколько я знаю, сейчас эта как-то ситуация улучшилась То есть там сейчас есть какой-то клуб, в котором все играют И там не нужно ничего платить Но мы там, к сожалению, пока не играли То есть клуб зарабатывает не с бара, не с билетов, а с музыкантов Ну то есть да, он сдается в аренду с музыкантом А они потом уже должны Делаете, что хотите То есть очень долгое время их не было Либо были огромные клубы, где могли себе позволить выступить Какие-то неновгородские артисты Ну типа там, не знаю, Люмин приехал, сыграл Понял Денис, иди сюда, иди к микрофону Я тебе один вещь скажу, и только ты не обижайся Да-да А вот смотри Я с тобой согласен по звуку Действительно пробелов и проблем много Но ты же об этом знаешь, ты же это понимаешь А что мешает собраться единомышленникам Ну вот как мы радиостанцию создавали, к примеру Создать некий свой, может быть, маленький-маленький Ну некоммерческое партнерство Скинуться Купить классный звук Арендовать клубешник Сделать в этом клубе классный звук Такой, как в Европе И радовать всех классным звуком Зарабатывая на этом бабки Заявив при этом, что у нас единственный клуб Подожди, я не тебя спрошу Единственный клуб, в котором настоящий европейский звук Что мешает? У нас есть, в принципе, один такой клуб Но, к сожалению, там не живые музыканты играют А электронщики Роботы? А, эти? Да, да, вот у них звук, который с выставки они заказывали Из Англии, эксклюзивно такой Такой в трёх или четырёх клубах только в мире Там, в Германии, ещё где-то Как бы такие есть для живых групп Проблема, я думаю, в каком смысле в том Что в Европе, ну, в Скандинавии, в Америке принято Что у музыкантов есть свои репетиционные базы Где у них свой аппарат Поэтому, когда в клуб они приезжают Они свой аппарат привозят, на котором они играют То, что в зал идёт Ну, то, что в клуб То, о чём мы говорим Хороший звук, да, в клубе Это уже как бы в клубе находится У нас, в музыкантов, к сожалению, так не принято Что мы свой аппарат Таскать свой звук Да, мы привозим и говорим Ой, фу, какой отстойный комбик Блин, мне на нём играть Ну, а представьте, если вы едете в плацкарте Да, там, в какой-то далёкий город И везёте свой звук Это же в топе, это невозможно К тому, о чём говорил Илья Что они сели в мини-вэн, правильно Поехали, 14 дней, 14 концерта Группа FTB из Калининграда К нам приезжала с полностью своим аппаратом Они работают как раз по европейской схеме Вот, это правильно Но вот группа одна прижала Это намёк всем музыкантам На предмет того, как надо строить звук Песня следующая минутки 3 звучит? Которая будет? Или длиннее? Длиннее даже чуть-чуть Не, а надо чуть короче Вот хорошо бы, если бы она была покороче Ну, минуты на три А он короткий разве? Ну, ладно Давайте, да? Как называется следующая песня? Слух следующая Как написал наш звукорежиссёр Который вот должен нам сегодня прислать этот трек Сведённый Сырок Ну, пусть будет сырок Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Кира Лау Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Мой субтитры создавал DimaTorzok Мой сурок Поймал шмеля И хочет Поиграть со мной Он ведь ручной Я хочу Глаза твои губами Целовать опять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Черный раз Ударил клубами Как у майского жука Жук не добру Я бы смог назвать тебя Единственный к утру К утру К утру А можно, пожалуйста, чаю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каменька Пусть и там Горышком Гвёздочкой Горышком 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 Ты даже похожа на него Когда поешь Но в его не самые лучшие годы, конечно 46-47 Да перестань Я шучу 46-47 Кира гораздо симпатичнее 46-47 это короткий номер Сначала пишите свои, делайте пробел А там дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу Теперь пора петь Пауза была большая Без вашей музыки Что будет в следующем номере? Ну, программа «Живые», а мы споем песню про мертвых Называется она как? Маялась Как всегда «Живой звук» в программе «Живые» Кира Лау здесь сегодня Поехали «Живые звук» «Живые звук» Дозв stad. «Живые звук» «Живые звук» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я каталась, я каталась, по полу каталась, озверевшая. По полу каталась, маялась. Вот бы голову сплечь, так станет легче. Голова будет лететь, колоколом звенеть. Мысли свои, мысли свои мне не вынести. Брошу их за парок. Плачь, 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 что меня не уберет. А-а-а-а-а... Тело без головы, тело без головы. Пусти корни в землю. Пусти корни в землю. Пусти корни в землю. Пусти корни в землю. Бронируйте эту дату сразу. Я думаю, что услышать это все живьем, так вот нос к носу с музыкантами, будет не менее интересно, чем сейчас в прямом эфире. Ребятки, вот что мне стало интересно, ну, потому что творческих семей знаю достаточное количество. Вот в театральной среде, например, творческая семья, имею в виду, когда он, и она актриса, он актер, они недолго живут. Ну, так вот случается, что как-то вот два медведя в одной берлоге трудно уживаются. А что касается музыкальных семейных пар, таких больше, больше, чем в театре, и я знаю, что эти пары довольно продуктивно существуют. Вот кто из вас лидер? Так, секундочку. Я думаю, проблема в том, что мы оба лидеры. Вот это два медведя, да? Да, да. Два медведя. А как уживаются два медведя в одной берлоге? Очень по-разному, но уживаются. Нет, ну, я сейчас не хочу лезть совершенно в личное, но просто мне интересно, каким образом. Кто чаще говорит, ну, ладно, бог с ним, давай будет по-твоему, условно говоря. Кто на себя берет чаще какую-то ответственность, какой-то момент? Или это как в том анекдоте, когда муж и жена между собой решают вопросы, и он говорит, знаете, у нас вообще-то, в принципе, в доме главный я, жена решает тростепенные вопросы, а я самый главный вопрос. Вот, например, я решаю вопрос, стоит ли Америки бомбить Ирак, а она принимает решение, где мы будем отдыхать в этом году. Понимаешь, да? Так вот, кто действительно ведет за собой чаще? Только честно. Да мне кажется, это вопрос каких-то компромиссов. То есть, ну, мы действительно оба по натуре лидеры. То, что она лидер, я заметил. И учимся с годами как-то быть все более и более компромиссными по отношению друг к другу. Так, и в чем, собственно говоря, этот компромисс чаще всего выражается? Услышать другого человека, пытаться его понять. А если не удается? Как ее понять, если она не говорит ничего? Ведь нет, и все. Попробуй, пойми. Ну вот я уже научился улавливать определенные флюиды. По интонации даже так. То есть ее нет выражается в нескольких вариациях, я так понимаю, которые, каждый из которых представляет себя... По глазам, по жестам. По глазам, по голосу. Ты узнаешь ее. Так вот рождаются песни. Окей. Да, нет, ну а почему нет? Это тоже было любопытно, на самом деле, посмотреть на вас чуть с другой стороны. Музыканты-то ваши как-то обделены, мне кажется, немножко сегодня вниманием. Хотят что-нибудь сказать, да не дают им такой, как бы, возможности. Рвутся в бой, правда? Не, не очень. Боятся. Дон, расскажи, как у нас с репетиции проходят. А вот правда интересно, часто ли репетируете вообще, в принципе? Иди к микрофону. Ну, у Паши микрофон есть, там как хотите. Меньше, чем надо. А надо сколько? Больше, чем сейчас. А больше, чем сейчас, это как? По-всякому. А по-всякому это где? Не, ну в идеальном мире, наверное, надо репетировать практически каждый день, когда нет концертов, но с работами-то, со всякими и прочими вещами довольно трудно совмещать. Ну, заниматься на инструменте, например, можно в любое время практически. Так, так. Это он сейчас себя уговаривает, я так понимаю. Уговаривает. Так, так, так. Ну, как часто репетируете? Ну, в среднем мы стараемся, чтобы у нас была стабильная одна репетиция в неделю, а дальше уже по возможности берем дополнительные, в зависимости от событий, от ситуации и так далее. Ну, то есть, одной репетиции в неделю, в принципе, хватает. Нет, этого мало. Мало. А не получается, потому что заняты другими делами. Хорошо, тогда рассказывайте, чем заняты музыканты, чем они зарабатывают себе на жизнь. Дон, Дон. Ну, иди сюда. К микрофону. Иди, Денис. Это басист коллектива. Музыкальный продюсер телеканала ТНТ. Музыкальный продюсер телеканала ТНТ. Зачем тебе работать? У тебя и так все в порядке. Я просто знаю, сколько платят в «Газпроме». Работал сам там какое-то время. Сити-ФМ такая станция. Ага. Все, вопросов больше нет. Спасибо большое. Мне кажется, что я не понимаю, почему у вас до сих пор проблемы с бабками в коллективе. Паша, чем занимается? Это сложный вопрос. Так. Нет, у меня хорошая работа, просто сфера, в которой я работаю, такая довольно... Не для истины. Такая двоякая, да. Скажем так, я работаю в сфере планирования семьи и секс-туризма. Сфера планирования семьи и секс-туризма. То есть, я не понимаю, ты отправляешь семьи в секс-туристические поездки? Не совсем. Или ты из секс-туристических поездок? Нет, я работаю в компании, которая чем-то способствует секс-туризму. Что возникали семьи? Загадыш-то. Я работаю на платном сайте знакомств. А там что, за это деньги еще платишь? О, да. Я думал, что все эти сайты, они, в общем, в принципе, так себе существуют. Сами по себе нет. Там есть люди, которые работают. А что ты там делаешь? Я не буду вдаваться в дальнейшие подробности, потому что это звучит не так весело, как оно могло бы звучать. Ну что, на сайте? Ну, сайты и сайт, люди там списываются друг с другом. Ты-то что делаешь? Ну, я просто теоретически хочу понять, модерируешь или что? Не, ну я же предупреждал, это звучит не так интересно. А мне вот любопытно? Я работаю в отделе маркетинга. А, то есть там даже так? В большом причем довольно. Там так серьезно? Да, это очень серьезно. Вы даже не знаете, на какие траты к гениталии могут сподвигать людей в принципе, поэтому это, ну, бизнес такой весьма... Весьма серьезный, я так понимаю, да? А на какие траты могут пойти люди? Мне вот стало интересно... Подожди, мне стало интересно. У вас 12 плюс или сколько? У нас 12 плюс, поэтому подбирай слова, но люди в 12 лет уже, в принципе, через пару лет паспорт получают. Нормально. Мне просто интересно, я никогда не сталкивался с человеком, который работает в такой сфере. Правда, для меня это откровение сейчас. Да. И он еще при этом барабанит, ты понимаешь? Да. Ну-ну. Ну... Какие траты? Ну, смотри, как я понимаю себе сайт знакомств. Человек зашел. В общем, я мало в этом смысле, наверное, сейчас уже сведущий, как... Зашел, записал себя там, как-то пометил, нашел, кого ему нужно, списался с этим человеком. Какие бабки-то? Ну, а если вы не можете сообщаться с этим человеком, потому что вы, например, из разных стран, говорите на разных языках... И ты помогаешь связываться? Я не я. Я не ты. Я говорю, я в отделе маркетинга работаю, я не трогаю этих людей. Так. Больше. Так. Так. Так, так, так. И одна сторона платит посредней компании деньги, чтобы их связывали и делали их общение. Гладким. Понятно. Безболезненным. И самое главное, полностью легальным. Ах, вот оно что. Для меня этот бизнес совершенно темный лес, поэтому извини, что я так были... Извините, ребята, что отвлеклись. Если бы он не был бы темным лесом, то этого бизнеса могло бы и не быть, на самом деле. Да. Отвлекся я, конечно, от музыкальной составляющей группы Кириллау, потому что сексуальной составляющей мне показалось любопытной в данном случае. Я впервые сталкиваюсь с человеком, работающим в подобном бизнесе, правда. Просто всегда интересно, что это необычно. Даже в этом группа необычна. Даже в этом... Смотрите, мусс-продюсер канала ТНТ играет на басу. Сексуальный посредник играет на барабанах. Муж и жена, в общем, один из которых критик, промоутер и журналист. А супруга, собственно, в прошлом тоже промоутер. Песни поют и играют. Вот даже в этом аспекте Кириллау отличается от 99% музыкальных коллективов в России. Вы уникальны, ребят, правда. Вы уникальны. Спасибо. Да не зачитай, это же правда жизни. Давайте петь дальше. У меня сегодня столько открытий чудных. Так, что это будет за песня? Ну, чай попили, кофе выпили, теперь вода. Ага, заглавная песня, как я понимаю, да? Ну, раз альбом называется «Вода», соответственно, и песня эта заглавная с альбомом. Ну, или «Вода», я не знаю. «Вода»? Ну, поехали. Субтитры подогнал «Симон» 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 нет, и, соответственно, вот эта вот вкусовщина критиков, программных директоров, она и работает. Если бы у нас было 20 рок-радиостанций, 50 журналов... Была бы конкуренция. Была бы конкуренция, и они бы открывали разные имена. То есть, вот проблема, опять же, в том, что у нас нет каких-то влиятельных, серьезных музыкальных медиа. И все музыкальные журналы, они закрылись в нулевых, там, за исключением Rolling Stone. Вот. Но это печально, потому что, опять же, если возвращаться к Европе, приходишь в какой-то там местной деревне на почту и видишь в Испании там 20 музыкальных журналов. Лежат в деревне на почте. Понятно, что если они там лежат, значит, люди их покупают, читают. Значит, для них это важно. И вот отсюда и берутся новые имена. То есть, вот чем больше спектр всевозможных рупоров хорошей музыки, тем больше будет имен. — Нет, что ты хочешь сказать? Он руку поднимает, как в школе. — Ну да, чтобы не проливать. Мне кажется, здесь надо смотреть глубже. Здесь начинается все... — Ты сейчас в продюсере включил музыкальный. — Да-да-да. Все начинается с уровня еще правительственного. На самом деле, как-то не грустно и как-то не хотелось бы озвучивать. Ну, то же самое за границ, как-то, опять же, Лея говорит, там, в Норвегии музыкантам дают деньги на первый альбом, на репетиции. В Дании... — Да, в Финляндии рок-музыка так вообще она под датациям. — Да, в Дании клубы могут в убыток работать, потому что им тоже правительство дает деньги. А у нас, как бы, правительство не поддерживает музыку. У нас нет репетиционных бас, ничего нет. — Как не поддерживает? Стаса Михайлова, Ваенгу, после президента на Новый год Стас Михайлов. — Нас группа не называет этой музыкой. — А у нас тоже. — Вот. — В этом смысле мы абсолютно идентичны. — Да, поэтому, мне кажется, здесь, к сожалению, проблема глубже. Не то, что у нас... Поэтому радиостанциям, которые ставят, ну, не ставят, открывают новые имена, им нужно как-то выживать. Поэтому они делают, чтобы что-то выжить. Они берут то, что точно люди схавают. Зачем им как бы что-то новое интересное. — То есть ты хочешь сказать, что если бы государство повернулось к непонятной для себя, возможно, и неясной в чётких своих очертаниях музыке... — Творчество для молодёжи — это, в принципе, вполне понятно. У нас же, как бы, с тем самым ДК все закрылись, — Вложилось бы в это серьёзно, как в Финляндии. В Финляндии рок-музыка, она ведь на дотациях государственных. — У нас просто ещё такой, до сих пор остался вот этот атовизм пережиток советских времён, что любая какая-то музыка, рок-музыка, или какая-то экспериментальная музыка, или что-то ещё — это такая маргинальная какая-то штука, да, которая противоречит генеральной линии партии. — Наркоманы, алкоголики, понятно. — Фашисты, шпана и так далее по песне. — Да-да-да. — На самом деле, везде, в Европе, в Америке — это уже давно часть современной культуры. И поэтому именно это поддерживает как часть культуры. Это, кстати, действительно важная часть культуры. То есть мы ничего не просим, на самом деле, да. Вот мне бы не хотелось, чтобы возникло ощущение, что вот мы тут стоим и жалуемся. Да нет, мы не жалуемся, мы просто принимаем реальность такой, какая она есть, но мы можем сравнить с какими-то вещами. И у нас вот эти вот стартовые возможности, они в разы хуже по самым разным причинам. И действительно, то, что я работал в клубе, везде в Европе, там практически везде будет льготное налогообложение, статус какого-нибудь молодёжного культурного центра, дотации, возможно. У нас это будут проверки, которые, это самый клуб, который так дышит на ладан, будут душить. Вот и всё. То есть это тоже одна из причин, почему всё не развивается. Да. Знаешь, грустно, с одной стороны. С другой стороны, наверное, понятно, так проще контролировать что-либо, задушить и особо не следить за этим. Потому что с попсой всё понятно, что там трусы надела, красивая девочка на сцену вышла, сделала себе из первого пятый размер. Ну и хорошо, и поёт всякую шнягу. Зато не опасно, зато глаз радуется. Сидит зритель в зале, и глаз радует. А тут люди что-то там поют, какие-то тексты, смыслы вкладывают. Понимаешь? Вот в чём проблема. Но, с другой стороны, а самим самоорганизоваться, не получается? Профсоюз некий свой создать. Вот я там некоммерческое партнёрство хочу предложить всем музыкантам, которые находятся в ротации своего радио, для того, чтобы объединиться, создать некий профсоюз. И этот профсоюз мог бы помогать самим музыкантам. Golden Girls тоже там в профсоюз объединяются, кстати. Ну, об этом надо думать. Я понял, с чем это сравнение связано. Ну, вы, типа, не слышали эту новость про стриптизёр, который в профсоюзе. Я понимаю, да. Но им деваться-то некуда. Нет, ну... Мы можем и стриптизёр к себе взять, в принципе-то, в общий союз наш. Почему нет? Она пацанов радовать будет. Тема с профсоюзом, она у меня просто в тупик поставлена, не надо думать. История хорошая, но я хочу ещё раз сказать о том, что страна очень большая. И у нас здесь какая-то вот... Мы об одном говорим, а во Владивостоке уже совсем другая реальность. И чтобы нам туда долететь, выступить или хотя бы понять, что происходит, это целая история. Паш, что ты хочешь сказать? Я хочу не про большую страну добавить, а про то, что у людей, видимо, из-за того, что у нас, в принципе, практика общения друг с другом, даже среди ровесников, не такая, может быть, открытая, как где-то ещё. Кира смеётся, потому что обычно я говорю другие слова совсем. Ну, другие буквы начинающие. Ну, ладно, пусть смеётся. И о том, что ровесники, у которых разные музыкальные вкусы, они не то, что с трудом друг друга понимают, они с последних сил кроют друг друга различными частями тела и говорят, что вы вообще слушайте не то, читайте не то и делайте не то. Это расстояние очень важно, очень видно. И чтобы кого-то объединить, там, не знаю, пятерых одноклассников, один из которых стал читать какую-нибудь постмодернистскую литературу, второй что смотреть, третий начал играть на барабанах. И чтобы их объединить, заставить общаться, это сложно, потому что они не найдут общих тем сейчас. И, ну, не знаю, почему. Для того, чтобы искать общие темы, нужно, чтобы эти люди находились в том сообществе или же в той атмосфере, которая их объединяет. А, атмосферу не создать, потому что они начинают собираться и начинается, что я не хожу на концерты такого-то жанра, потому что это всё... Да, вот тут нюанс. С границы давно уже такого нет разделения. В одном клубе может и хип-хоп выступать, и рок, и так далее. У нас единственная, мне кажется, попытка была, когда каста с рокерами выступала, был фестиваль «Свой субботник», как он назывался. То есть, мне кажется, это был первый. И то, одни выступали в 12 дня, другие в 12 ночи серии, чтобы никто не пересёкся. То есть, людям у нас, к сожалению, почему-то, хотя есть социальные сети, и все карты в руки, чтобы как-то развиваться, до сих пор рвёт шаблон то, что у рэпера IST есть хардкор-группа, которая играет практически металл, бадди-каунт. Ну, Каневест тоже, он не знает, кто такой. Ну, это как бы ладно. То есть, людям это привёз шаблоны, а они... Что стало причиной такого положения вещей? Странно ведь, на самом деле. С одной стороны, я понимаю, что людям хочется быть друг с другом объединёнными общей какой-то идеей, но этой идеи, видимо, просто нет. Когда мы говорим о хорошей музыке, я когда говорю о хорошей музыке, я имею в виду и вас тоже. Я имею в виду ту музыку, которая честной является. И таких групп достаточное количество. Люди, которые их слушают, в данном случае, это аудитория своего радио, вот в моём понимании это та, условно говоря, аудитория, тот коллектив единомышленников, с которым можно говорить на одном языке. Почему же ты сейчас утверждаешь, что людям невозможно найти общий компания? А может быть, один ест сало, другой нет, по религиозным убеждениям, но музыку-то они слушают все хорошие. Значит, эти люди уже готовы к тому, чтобы говорить с нами, друг с другом на одном языке. Да мне кажется, всё, на самом деле, немножко в другой плоскости, потому что то, что, если взять историю рок-музыки, там, 60-е годы, это же уже, ну, в общем-то, 50 лет прошло, то есть полвека формировалась эта инфраструктура, как появлялась аудитория, там, возникали разные жанры. У нас, если вспомнить историю, что у нас первая пластинка, вот не на мелодии, а независимая, вышла в 91-м году, да, а потом совсем весь этот винил загнулся, то есть к тому моменту, когда в зале славы рок-н-ролла уже были основные имена. У нас просто нет вот этой эволюции, у нас какой-то плодородный слой не успевает сформироваться, как мы вылетаем на какой-то новый виток. Какая у нас новая власть? Ну, я говорю даже не про власть, а то, что новый тренд в музыке появляется, а старый ещё. Даже не новый тренд, а вот, допустим, только-только у нас какая-то возникла рекорд индустрии, когда научились там, несмотря на пиратство, продавать диски, ну, вот появился интернет, и он снова всё разрушил. И поэтому у нас получается, что ничего не успевает, грубо говоря, созреть, да, то есть вот там есть ниша, вот она строилась годами, вот она существует. У нас всё время что-то меняется, мы, сколько я себя помню, я живу, в общем, в эпоху перемен. Ну, в общем-то, нам тоже удалось. Да-да-да. И из-за этого, мне кажется, не успевают сформироваться какие-то вещи, на которые действительно нужно время. То есть была, допустим, рок-музыка под запретом, в Америке в это время открывались клубы, всё что угодно, у нас их не было, там, музыканты выступали подпольно или как-то полуподпольно. Поэтому в маленьких городах нет клубов, а там, в Европе, в Америке, они были уже прекрасно, там, в 70-х годах. Ну, это, кстати, наблюдение о том, что зритель, европейский зритель, там, американский зритель, не гнушается на одном концерте посмотреть, например, выступление Мадонны вследом, ну, сборная солянка, там может быть и Мадонна, а следом выйдет, не знаю, Металлика. Фестиваль какой-нибудь такой, и зритель не станет кричать, фу, это попса, уберите это со сцены. Они воспринимают всё нормально совершенно. Ну, это мне, может быть, не очень близко, но это профессионально, почему бы это тоже не посмотреть заодно, вместе с тем, что я люблю. У нас почему-то как-то более категоричный, что ли, народ. Уж не знаю, почему, то ли действительно нет той самой культуры, о которой ты говоришь, не сформирована она, то ли потому, что менталитет такой у нас, либо чёрная, либо белая, и никуда и в сторону, шаг влево, шаг вправо, практически расстрел. Ну, мне кажется, что менталитет тоже формируется с годами. Если прочитать какие-то воспоминания Фрэнка Заппы, какие у него были проблемы, как его пытались засудить из-за сексуальных вздохов его жены на пластинке, его хотели в порнографии обвиняли, там прошла эволюция, там это всё разрешили, причём как бы вот это вот самовыражение в рок-музыке, оно отвоёвывалось постепенно, да, разной степени этой свободы, возникали, эволюционировали разные жанры. А у нас как-то вот, ну, не было этого, то есть на какой-то момент резко взяли и всё разрешили. И народ растерялся. Народ растерялся. Когда всё можно, не знаю, что делать. Когда я в своё время на свободу, да, нам кто сказал, Горбачёв сказал, или Ельцин сказал, найдё свободу столько, сколько сможете унести. Я и подумал, ну вот, Ельцин пришёл, потому что народ не понимает, что делать со свободой. Ему никогда этого, ну, российские, вы никогда не учили быть свободным, к сожалению. Но сейчас говорю не о рабстве каком-то внутреннем, а именно о том, что делать со свободой. У нас приняли свободу за вседозвольность. В анархию всё переросло, и эта анархия, к сожалению, привела к тому, к чему привела. Ну, будем стараться менять ситуацию. Мы это делать пытаемся активно. И вместе с вами тоже. Петь пора. Чё это будет? Так, отвлеклась от мыслей. Шалфей, да. Шалфей. То есть пора уже? Шалфей? Ну, хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Немножко лечебная песня, я так понимаю. Здесь сегодня Киралау. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я распадаюсь на сотни прыгающих. Буюсь и собираюсь снова. Нечто новое, мечто новое. Новое я, какое-то новое я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я распадаюсь на сотни прыгающих огней. Это чувство длится очень много дней. Очень много. Много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Круто, Илья, слушай, а вот ты с собой отвертку все время таскаешь на концерты, я так понимаю? Да, мне нравится играть отверткой. Удивительная история. Чего ты хочешь? Чего? Нужно обманывать, на самом деле он ее часто... Ему настолько нравится играть отверткой, что он год, полтора года, что мы ездили на гастроли, не брал ее с собой. И когда он был перед концертом, он подходил к звуководриссеру и говорил, а у вас отвертки, случайно, не найдется? Вот насколько Илья любит играть отверткой. Да, он любит пробовать разные отвертки, но сейчас стабильные все, нашел свою отвертку. А что в этой отвертке особенного? Размер, длина. Она моя. Ай, браво. Совместно нажитое имущество за долгие 4 года, вот отвертка Браво-браво Но нет, я почему спрашиваю, какая-то особая или обычная отвертка? Ничего в ней особенного нет, из магазина? Ну, в общем, разные отвертки звучат по-разному Это из магазина, но звук у неё то, что надо То есть ты проверял много отверток? Да, да И все звучат по-разному? Все по-разному Прежде чем нашёл одну, да, ту самую? Прежде чем нашёл одну ту самую А может, ты электросмычок не пробовал, нет? А это совсем другое, у них очень разные звуки, да Ну, я слышал, что звук необычный Я сразу внимание обратил, что там происходит И увидел, что Илья зажимает лады, ну, скажем, не пальцем, а отверткой Я сегодня столько открытий для себя сделаю, вам скажу Даже так оказывается, и отверткой можно играть Счастливо стараться Спасибо большое У меня сегодня прекрасный вечер Так, если шалфей курить, а не пить отвар Эффект будет такой же, как от песни, пишет Сергей Пантюшин Ну, видимо, он пробовал Потому что я не могу не подтвердить, не опровергнуть данную информацию А мы имели в виду совсем не это Нет, я понимаю, я в данном случае читаю сообщение Которое пришло от человека У нас времени с вами остается 8 минут Всего ничего Больше всех рад Макаров, я не понимаю, почему он так Потому что там следующая песня длится примерно 7 с чем-то минуты Чем больше мы болтаем, чем больше мы болтаем, тем меньше времени остается, чтобы ее сыграть Придется сокращать Я понимаю, все, ну тогда будем прощаться в таком случае, что делать, раз уж на то пошло Не дадим мы, я так скажу, Макару особо радоваться, пусть играет полностью целиком Спасибо, ребятки, спасибо Я надеюсь, что у вас сегодня Вам огромное спасибо Да нам, почему, мы дома, это вы здесь в гостях Приходите к нам на презентацию альбома 18 марта в клуб 16 тонн Это будет практически мой день рождения Ты сейчас вот на что намекаешь, чтобы с подарками приходить? Да, чтобы люди приходили, да Лучший наш подарок, это хорошо Люди взяли А если вы браете на концерт группу Blond Red, хоть американской, то вы даже сможете поймать нас у них на разогреве В скором времени, да Окей, у нас выходные начинаются, собственно говоря Напомнить хочу буквально одну деталь важную Завтра, 28 числа, ждем всех вас на нашем мини-фестивальчике Первая попытка, скажем, клубного фестиваля Джанго, Томас Бент, Магелланово облако, Катерина Гапенко Эта группа немного нервна Точка сборки, так называется, клуб Старосадский переулок, дом 5 Ведет вечеринку, ну или так, вечер Семен Чайко, мы с ним договорились Вроде как согласился без вопросов Посему ждем всех гостей к 6 А начнем идет в 7 Посему ждем, надеемся на то, что вы посетите это мероприятие А с группой Киролова мы прощаемся Прощаемся, спасибо за то, что были у нас Спасибо вам До свидания Всем пока Спасибо всем, кто слушал Будьте здоровы Поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорога DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok